Февральский снежный апокалипсис стал испытанием для коммунальных служб Московской области. Выпавшие за несколько дней осадки побили многие рекорды метеонаблюдений и буквально парализовали жизнь местных жителей. Для коммунальщиков это самая настоящая горячая пора. Время, когда работать нужно, что называется, засучив рукава. И вопрос этот остров стоит и в частном секторе, и в густонаселенных районах. Так, в микрорайоне Южное Видное, где проживает порядка 5000 человек, снежного заточения удалось избежать благодаря слаженным и оперативным действиям управляющей компании. Здесь спецоперация по борьбе с последствиями стихии проводится во всем правилам. В первую очередь очищаются пешеходные зоны, где ходят люди. Потом очищаются все дворовые проезды и межквартальные проезды от бордюра до бордюра до асфальта. Весь снег, который мы очищаем в дворовой территории, мы складируем в отвалы для дальнейшего вывоза. Всего с дворов улиц Ермолинской, Березовой и Героя Фокина планируется вывести тысячу кубометров снега. Установлен и максимальный срок. Все работа должна занять не более 9 дней. Такая норма регламентирована властями Московской области. Управляющая компания «Заградсервис Запад» фактически справилась с заданием в два раза быстрее. На данном участке дворовой территории мы справились за 4 дня за счет привлечения дополнительной тяжелой техники. Работает два трактора «ГСВ», «Бабкет» и 16 дворников. В снегопад мы работали практически в круглосуточном режиме с 5 утра до 11 вечера. На текущий момент все тротуары, пешеходные зоны, входные группы обработаны солью, а на проезжую часть насыпан реагент, чтобы растопить лед, образующийся за счет наката автомобилей. Единственная помеха для более аккуратной и точечной работы – неправильно припаркованные машины. Просто жители машины не убирают. Нам с этим просто сталкиваться немножко нехорошо. Но придется под машиной убрать. И все, в машине вмещают, а так вроде хорошо. Главную оценку действиям коммунальщиков, конечно же, ставят местные жители, которые, если и испытали какие-либо неудобства, то лишь в самые первые дни. Поскольку я здесь прохожу каждый день, я вижу, как работают трактора, работают ребята, которые постоянно не выпускают из рук лопаты. В общем, работа видна и ощутима. Довольны и автомобилисты, у которых нет проблем с парковкой и свободным проездом по придомовой территории. Там в какое-то первое время, да, были какие-то проблемы, а сейчас вообще отлично просто. Можно сказать идеально. Да, по сравнению с другими дворами. Вот и с другими, даже там, по сравнению с Люберцами, вот я там по работе тоже бываю. Здесь еще, как бы, можно сказать, на 4 с плюсом. И если в обычных условиях четверка – это хорошая, но все-таки не самая лучшая отметка, то в фактически неравном бою со стихией это более чем достойная оценка. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Ольга Садовская. Видное ТВ.